Ну, прежде всего, поздравляем. Расскажи, пожалуйста, как прилетел, как ты летел. И, наверное, главный вопрос сегодня это, почему все-таки в рейтинге Алекс Волгановский остается номер один. Что ты думаешь по этому поводу? И готов ли биться еще раз, если вдруг потребуется, чтобы доказать, что ты хочешь? Спасибо за поздравление. Ну, полет был нелегкий. Сначала с Австралии, в Дубай летели больше десяти часов. Потом пересадка и уже дома. Ну, дорога домой всегда хорошая, как бы далеко не было, как бы долго не летела. Насчет рейтингов, я никогда не ждал справедливости. И я до сих пор не жду, потому что мы на примере других наших бойцов. Анкалаева, Петра и Иоанна, видели отношения к нам всегда. Так что, главное, я поехал в 13 тысяч километров, победил их нового чемпиона. Там мне подняли руку и с поднятой головой, уверенный, с поясом приехал домой. Считаешь ли ты, что это в целом из-за отношения к стране? Может быть это, я не знаю. Я в эти игры не вылезаю, но по-другому сказать, что я не берусь. Потому что если они еще сохранены, если не будет там до конца изменения, я точно не знаю, это были до конца измененные рейтинги или нет. Но если так, это останется, как по-другому считать, я не знаю. Некоторые бойцы посчитали, что, ну, известные бойцы прокомментировали, продвигают идею, так скажем, что ты пришел в себя после каменницы, что были использованы на каменнице. Как ты это прокомментируешь, что-то этим людям отметишь? Ну, у нас есть комиссия, я даже комментировать не хочу, потому что у нас есть эксперты, которые работают с UFC, это УСАДА. И меня до боя, после боя четыре раза проверяли. Кто-то выставлял там фотографию, что у меня была вена в синяке. Ну, в Австралии у них своя комиссия была, которая брала кровь в неделю боя, это было в среду, и фотографии начали выставить, ну, брать с четверга, где у нас была фотосессия, так что я не знаю. Ну, это просто кто-то из бойцов раздувал эту тему воздушно, а со стороны UFC или УСАДА никаких, вообще ничего не было. По поводу реванша, возможно? Я так и говорил после боя, что мне без разницы, я не буду кого-то ждать, кого-то вызывать. Если достойные соперники, если UFC хотят кого-то поставить, я готов. Или реванш, или кто-то из настоящих претендентов. Австралия как приняла Ислан? Ну, если честно, в Австралии я даже был сам удивлен с ребятами. Там, как вообще люди знают об ММА, как вообще спортсменов знают, потому что даже от младшего до старшего поколения все были, ждали этого турнира, все подходили и говорили, невозможно купить билет, где мы можем достать, потому что, ну, мне сказали, что за 10 минут все билеты даже туда продали. И Австралия как-то... Я сам удивился, как там вообще популярна была ММА. А принимали они, ну, как, это ихный боец. Мы не ждали по-другому, что там нас будет где-то тепло принимать. Конечно, они своего бойца встречали там. Ислан, по поводу того, что вы не в первом месте в рейтинге. Ну, я, как сказать, я уже сказал, я ничего другого не ждал. Главное, я поехал туда, отсюда, на их территорию, победил их нового чемпиона. А добавят они меня в рейтинге, не добавят. Мне от этого ни больно, ни холодно. Главное, пояс у меня на плече. Еще один вопрос. Алекс поднялся к тебе по рейтингу, чтобы поворотить этот пояс. Планируешь ли ты бросить? Ну, спускаться вниз, гонять в его весовую категорию, это, я думаю, будет нелогично. Потому что мучение для организма, я не такой маленький на свой вес, чтобы еще ниже спускаться. И еще с этими условиями, например, то, что было в Австралии, сколько нам часов давали восстановиться, как это вообще проходило. Если так будет, это вообще невозможно. Расскажи, пожалуйста, как болели родные, расскажи про отца, звонил, перезаживал. Да, постоянно с домашними на связи. У отца бывает основная проблема, что может там свет отключится, телевизор, там триколол, что-то не заработал, у него бывает. На всех телефонах, телевизорах готово, чтобы если где-то придется, чтобы дальше смотреть. Что вы скажете, расскажите, пожалуйста, про свои ощущения? Все хорошо, ход показывать не буду, конечно, я очень рад, горжусь. Папа, нет большого опыта давать интервью, наверное, второй, третий раз перед камерами, так что... И еще один вопрос к вам. Вам 32 года сейчас? Наверное, 31. Ну ладно, скоро будет, наверное, 32. Еще 10 месяцев, 8. Вам будет скоро 32 года. Есть ли какой-то порог, представление, когда вы перестанете драться? Или, может, чего-то должны достичь для того, чтобы уже уйти? Нет, это от этого, у меня нету порога или лимита какого-то годового. Пока я чувствую, что у меня идет, пока я лучший боец в мире, что я от каждого боя до каждого, наоборот, набираю, показываю лучшие результаты, показатели увеличиваются. Буду дальше продолжать. А как только почувствуешь, что уже не то, уже иду на спад, уже буду думать о завершении карьеры. И еще вопрос, последний раунд, так скажем, что было самое тяжелое? Потому что я смотрела, очень переживала. Ну, в последнем раунде, как я сказал, может, я не хочу, я уже выиграл, и для меня сейчас что-то говорить не так пошло, что-то не так было, это уже оправдание. И я вообще доволен полностью результатом, мою руку подняли, все пошло, как я хотел. Я не с улицы парнем тоже дрался, дрался с бойцом в лучшем в мире, и я не ждал легкий бой. Еще один вопрос по поводу подняться в 77 килограмм. Есть ли все-таки какие-то мысли? Ну, если завтра позвонит руководство и скажет, что мы хотим на 7-7 дать тебе титульный шанс, я с радостью попробую свои силы там. Ну, мы сейчас в Дубае увиделись, такой был небольшой анализ боя, но так не улыблялись, сказали, еще дома поговорим. Но Хабиб, как я уже давно говорил, это сын своего отца, и у них та же самая кровь, как у нас Абдуманаб всегда делал. Не было у нас сначала поздравлений, там каких-то, не отмечал он плюсов, всегда он отмечал плюсы, где надо добавить. И то же самое с Хабибом, мы сразу обсуждали, где можно было прибавить, где можно было улучшить. Что дальше, Ислам, было? Не часто увидишь, чтобы чемпион спустя 3-4 месяца защищал свой пояс, сбрасывал 15-20 килограмм. Почему ты согласился на это? И что теперь дальше, наверное, требуется? Организм требует, наверное, большой удовольствия. Знаешь, я хотел как-то оказать всем, что я являюсь лучшим бойцом, Алекс был до этого лучшим бойцом. И я именно хотел не просто это где-то там боями-боями заслужить, я хотел поехать к нему домой, как мы уже в клетке, это после титульного боя, это все решили сделать, поехать именно к нему домой. И не просто взять, а вот заработать это звание, победить их нового чемпиона. Не знаю дальше, по-любому нужен небольшой отдых. Впереди Рамадан, уже не успеем больше до Рамадана подраться. Как раз будет полезное время восстановиться, потому что до боя с Оливейро я готовился 3-4 месяца. И после боя с Оливейро я не расслаблялся, постоянно был. Даже у меня была одна поездка в Сингапур, я и там тренировался 2-3 раза. И сейчас я должен взять какую-то небольшую паузу, может до Рамадана отдохну и обратно буду тренироваться. До Рамадана отдохну, не значит, что я буду там полностью отключен. Нет, просто такие легкие тренировки. Ну вот какие планы на ближайшие дни? Давно дома не был месяц, даже больше месяца. И до боя постоянно был на сборах, семью не видел, родных не видел. Больше времени провести с семьей, с родными, с друзьями. Коллега, есть вопрос? Спасибо большое. После завершения боя вы полагаете, что могут его в дух и его руку поднять? Да, мы по ходу боя постоянно тренера подходили, говорили, сколько-то раундов точно тебе. И просто, знаете, как по-любому на суде вот так полностью полагаться невозможно, потому что даже первый бой турнира Тухугов дрался, и хоть равный бой был, но если посчитать по количеству ударов, нанесенных, доведенных ударов, все показатели были на стороне Тухугова, и по-любому сопернику дали бой. И мы можем много таких примеров привести, что где наши бойцы лучше себя показывали, но соперникам отдавали бой. Но у меня была уверенность, что я минимум три раунда уверенно забрал, но один из судей четыре раунда мне отдал, так что у меня не было сомнений, что я выиграл бой.